Площадь общая у нас 75 тысяч, 116 объектов на трех уровнях, загрузка 98, почти с половиной процентов. Ну, в основном это белорусские предприятия? Да, все наши бренды, которые есть, и Коммунарка, Слодор, Спартак, Обувь, Луч, Светана, ПЛЕС. Большой пошел спрос, но когда увидели, что поток людей до 12 тысяч в день приходит, то очень многие пошли и с удовольствием наши производители. Если мы сделали, наконец, белорусский торговый центр, это уже хорошо. Но мы вчера с тобой договорились, что на выезде, Московское шоссе туда, на выезде, недостроенный центр, возьми на контроль. Иран там начинает строить и не работает. Значит, надо создать точно такой, по этому принципу, ну вот что-то новое будет, создать торговый центр. Белорусская, белорусская, белорусская. Нас никто не упрекнет из иностранцев. Ну, ушли, уходите. Мы будем продавать свое. Поэтому там должен быть точно такой торговый центр. Мы вчера с ним об этом говорили. И это уже надо начинать сегодня вечером работать. Мы уже работаем. Мы достроим, еще с прибылью достроим и будем там работать. Потому что у нас есть эти предприятия, которые хотят делать. Очень много. Министерство промышленности, бытовая техника, которая выпускается. Если кто-то хочет по импорту работать, тот, кто остался ради бога, приходите, работайте. Но уже надо выстраивать политику так, чтобы приоритет был белорусским. Мы так и делаем. Перспектива. Это завершить модернизацию, дальше работать с национальными производителями, привлекать бренды. Мы заключили договор. Поручили. Приняли решение. Никого не надо за руку водить. Все идут. Надо продавать белорусские. Все хотят хорошую зарплату. А хорошая зарплата, когда реализуется товар. Что же мы внутренний рынок отдали? Неизвестно, кому сидим, руки сложим. Поэтому вот ситуация, я говорю, не было бы счастья, несчастье помогло. И в этом плане тоже. Это подтолкнет нас к тому, что мы начнем наконец-то продавать белорусское. Как следует, в полном объеме. Я еще хотел сказать, что мы, кроме того, заключили договора с нашими университетами для концертных программ. Университет культуры и Академия искусства. Они будут показывать, потому что студенты просят. Дайте нам где-то показать свое творчество. Надо же какую-то копейку им за это дать. И они, что попросили, будут продавать свои картины, которые рисуют, произведения искусства. Правильно. Студентам денег жалеть не надо. Да, никто не говорит о том, что мы там вертолетные деньги будем разбрасывать. Но если студент пришел, что-то там сыграл, что-то спел, картины захотят вывесить. Пусть продают. Да, надо поддерживать. И также договоренность есть с нашей школой красоты. Это показы, для того, чтобы наши модели показывали нашу продукцию.